В Московской области прошел конкурс «Лучший по профессии». Он проводится в целях повышения престижа профессии в сфере ЖКХ, а также выявления лучшего из лучших в этой области. За победу уже традиционно поборолись и люберецкие коммунальщики. Доказать, что они лучшие в профессии на конкурс, приехали 186 работников ЖКХ из 34 муниципалитетов Подмосковья. Среди них Елена Дроздова – маляр Люберецкого городского жилищного треста. Своей профессии она посвятила 12 лет, а вот на этом конкурсе впервые. Конкурс, он есть конкурс. Задание, конечно, было сложное. Нужно было выкрасить стену однотонно, сделать фигурный декор. Ну и это нужно было выполнить в двух цитах. Конкурсанты соревновались по девяти направлениям. Дворники, слесари, электрики, маляры, электрогазосварщики, электромонтеры, операторы котельных, машинисты насосных станций, монтажники. Мероприятие организовало Министерство ЖКХ Московской области с целью не только определить лучшего, но и подчеркнуть важность и значимость рабочих профессий. Есть еще рабочие профессии, которых не всегда помнят, но без которых не обходится наша повседневная жизнь. Когда у нас в домах горячая вода, свет, когда у нас чисто на наших преддомовых территориях, когда замечательно чисто в подъездах, когда комфорт и уют, мы совершенно не задумываемся о тех людях, которые несут нам эту красоту, эту теплоту и эту заботу, такую нам всем необходимую. Первый конкурс «Лучший по профессии» прошел в 99-м году в Балашихе. Потом он стал гулять по разным городам Подмосковья, а последние пять лет прописался в Королеве. По итогам конкурсов каждой из девяти номинаций определили по три победителя. Третье место в категории машинист насосных станций заняла Ольга Стреканова, работница Люберецкого водоканала. За годы существования конкурса в нем приняли участие более 4 тысяч сотрудников предприятий ЖКХ. Соревнования сначала проводятся на уровне муниципальных образований, а на втором этапе за звание лучшего борются уже предприятия городов Подмосковья. Мария Лапчева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ.